и мы в прошлый раз смогли доказать теорему которая оценивает мне внутренний внутренний объект мы смогли показать что мы рассматриваем модельный случай в L2 шаре мы смогли оценить как константа потом был логарифм размерности потом был корень из логарифма количества точек и дальше две страшные вещи я напомню и потом обсудим что это страшные вещи сначала был супрем по точкам у сумма у катая от их житого в квадрате под корнем и сумма сумма H в квадрате тоже под корнем вот такое мы смогли доказать где у катая от артермированный палец в нашем пространстве значит давайте мы поймем что вот это такое что это за объект такой наблюдение если у меня есть артермированный базис то я не буду писать за счет у катая от артермированный базис и я смотрю на сумму квадратов здесь до N большого размера есть да я напишу формулу а потом мы обсудим очевидно ли нам что она верна с пространство L а это шар L в два шарпа да почему потому что F это F это сумма каких-то коэффициентов на базис твой элемент а что такое супрем по шарпам ну это просто супрем, да потому где сумма квадрата в циркатах меньше чем равно единички и тогда тоже все очевидно, то есть x просто фиксировано, ну и значит просто некое утверждение про пространство rn, которое верно, правильно, понятно, берем суправенную сколярную произведение по шару, но это норма вектора, с которым берем сколярное произведение, на x просто внимательно обращается, вот, то есть получается, что здесь стоит вот такой вот суправенную, на самом деле, да, окей, ну давайте поймем, как мне теперь из четвертого получить что-то для оценки этого нашего среднего, который нам интересен, ну понятно, теперь я должен это сюда поставить, да, ну давайте я вот весь вот этот объект как-нибудь обзову, объект как-нибудь назовем, ну как назовем, ну а, давайте а, ну а точка от x, да, а от x, что тогда, так давайте мы что-нибудь сотрем, что-нибудь мы сотрем, вверх сотрем, так, ну снизу вверх-то пойдем, правильно? Сверху не сможем ссадить, теперь снизу вверх. Значит, вот мы оцениваем, правильно? Вот оцениваем. Ну вот, а, от x, на угол, супремо. Да, ну еще средний по x, да, 2 на m, средний по x. Это я просто применил нашу тарему. Ну чего, надо расщепить, надо а как-то отдельно написать, ну понятно, кашеву не повстить. Добрый день, я сотрю. А вопрос можно? Да, конечно. x у вас все время фиксированный? Ну, был фиксированный, когда по знакам брал средний, но теперь-то мне еще средний нужно по точкам взять. А, то есть? Внешне. Средний по x это средний по всем наборам? Да, то есть я беру точку случайно в моей области, да, независимо друг от друга, случайно вот с распределением моим. Просто как-будто кидают точку на нашу область. Ну, m сколько-то? А m? m пока фиксирован, да, но меня дальше будет интересовать, а какое я m могу выбрать так, чтобы вот эта величина была маленькая. Понятно, из-за того, что m в знаменателе, ну, кажется верным, что при больших m эта величина будет маленькая. Но проблема в том, что и эта величина от m зависит. Правильно? Вот нужно понять, как связано здесь зависимость от m со знаменателем. Вот. Значит, я пока просто переписываю. Вот. Ну и что я вижу? Я вижу, да, давайте я перепишу, вспомню, что вот это за ERP, да? Давайте я напомню. Это был супремум. По функциям в шаре, значит, как раз такие вот суммы минус средняя. А там почти то же самое, но с корнем, но и без среднего, да? То есть давайте я, значит, одну m уведусь сюда вот. Ну так как корень, то... Корень не знаю, что здесь останется. Правильно? Под корень занес. Видите? Одну m я занес под корень. Поэтому что-то снизу еще осталось. Ну и что? Надо добавить и вычесть в это вот ожидание квадрата. Просто оцениваю тогда. Да? Здесь что получается? Здесь получается интересующая меня средняя. Ну вот то же самое. Давайте я напишу, что ERP2, да? И еще плюс супремум по функциям в шаре. Ожидание квадрата. И все это под корень. Но... Ну это же шар. Там как раз интеграл функции впадрате, то есть дождание квадрата, меньше всего равно одного, да? То есть вот это просто единичное. Просто единичное на самом деле. Ну и получается, что я как бы мою величину оценил через себя. То есть знаете, что получается? Получается, что если вот это все обзову буквой B, то у меня получилась оценка. B оценивается... Давайте какую-нибудь тоже букву альфа назовем. Альфа на B плюс 1 под корень. Правда? Ну и все. Ну и все. Что отсюда следует? Давайте воспользуемся тем, что корень с фугодитивным и потом произведение оценим полусуммы квадрата. И получается тогда что? Здесь было B, а здесь B пополам. Вот. То есть тем самым B оценивается через альфа квадрата плюс 2. Ну и все. Понятно? Давайте мне напишем, что это царем тогда. Надо только вспомнить, сколько это альфа. Ну я сотру, а вы там не продиктуете, правильно? Ну там учились А, а вот здесь. И А я собрался стереть. Вот. Так, все, я сотру, а вы мне подскажете, кто такой А и кто такой альфа. Так. Так, все, 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 все. Терема. Ну и коммерная... Пространство. в сентамида не вероятность номера значит тогда средняя управленному пошару лентрических средних оценивается константой на альфа плюс альфа квадрат а вот давайте напишем не альфа плюс альфа квадрат а бета плюс корень из бета чтобы ни с камнями не возиться где бета бета это квадрат альфа в точность константа правильно значит это получается 1 на m и сверху должен быть логарифм m в квадрате логарифм m и средняя теперь вместо корень из суммы квадрат 2 если я вам представляю то что у нас было в объявлении супремум по f из шара максимум по точкам в квадрате и здесь корень правильно проверяется корень не нужно корень не нужно правильно я тебя просто проверял вот такая теорема вы спрашиваете а какое отношение имеет к нашему исходному вопросу про дискретизацию ну понятно какое значит теперь мы хотим чтобы вот это был маленьким правильно очень маленьким ну смотрите вот давайте подумаем какое мы можем разумные условия наложить чтобы вот это ну как то проконтролировать давайте грубые условия наложим да здесь видите какой то максимум по точкам давайте мы просто скажем что для каждой функции с шаром мы должны супремум там просто максимально значение функции контролировать следствие если на l выполнено неравенство типа непольства ну то есть мы оцениваем максимум норм с константом корень из m на размерность на l2 это просто есть условия о том что мы максимум функции на шаре где-то контролируем констант я написал что констант размерность зависит теперь будет понятно почему значит тогда существует x1 xm точек в омеге с m ну порядка c от m большого эпсилон n в кубе таких что ну действительно 1 минус эпсилон на x их два нормы непрерывно оценивается дискретные два нормы оценивается слово непрерывно или два нормы да почему ну давайте смотреть я просто объявил что вот эта штука это что-то порядка m да тогда когда я беру m логарифм в кубе с большой с большим константом множественным вот здесь то у меня и получается что отношение маленькое правильно если констант достаточно большая ну и все значит ну получается что с точностью до логарифма размерности да у нас вот верна тюрема дискартизации интегральной или два нормы ну спрашивается а сколько условий естественных условий типа не пользы например значит модельный пример тригонометрический полином да так да н ну да 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 Вот, пожалуйста, у нас здесь базисные функции, комплексные экспоненты и что мы можем сказать про сумму квадратов. Базисные функции, ну это просто константа, она размерится. Правильно? Теперь какие бы ни были геометрические полиномы с любыми числами, я для этого подряд включаю, получается, что верна теорема дискретизации, вот если мы увеличим количество точек на логарифм, ну в кубе. Понятно, да? Хорошо, но эта теорема вы видите с дополнительным условием. Спрашивается, а можно ли что-то без условий? Помните, мы изначально говорили, что нам бы хотелось без условий, но возможно с дополнительными весами. Да, вот, хорошо, сказал про веса. Что это условие означает? Помните, мы говорили, почему они всегда можно с такими весами? Потому что нужно, чтобы функции не были очень быстрорастущими, пикобразными. Поэтому условие как раз и контролирует, да, что ваш функция не пикообразная, что на шаре льдова вы контролируете максимум. Вот. У нас еще вопрос по первой теореме, в которой ты говоришь. Да, да. Рап, да? Вот, я вот смотрю на нее, с точки зрения, теория Граяк. Угу. Р по фикс-кистой, это получает случайная величина. Да. И вы оцениваете, по сути дела, математическое ожидание, по сути. Супраема, да. Вот, нет, значит, интеграция, по мере, да, интеграция случайная, это математическое ожидание, и вы как бы по выборке оцениваете, ну, то есть это чисто математическое ожидание. Ну, да, да, интеграция приближает внутреннее на среднее. Такие статистики подобных результатов разве не было, каких-то оценок, оценок, ведь там вся теория как раз посвящена оценкам. Нет, мы все теории воспользовались. Ну, нам нужно видеть ожидание супрема, нам же не просто плани не нужно. Да, конечно, есть теория, но, собственно, эти теории мы пользовались. Мы воспользовались методом Ченнинга, да, в оценке максимума случайного процесса. Ну, и, собственно, я же не утверждаю, что это новая теорема, это, значит, я напомню, ослабленная теорема Рудельсона. Ну, точнее, я тут что-то другое назвал ослабленной теоремой Рудельсона, но давайте это следствие. Из ослабленной теоремы Рудельсона. Ну, у него было немножко других терминов, но да. Значит, у него было немножко прогестировано, но, по сути, вот он это доказал. Вот. Но это результат вот 99-го года. Ну, то есть, да, конечно, эти оценки есть, но это, в общем, что-то очень довольно недавно. Наука про оценки максимума такого процесса, в общем, это недавние какие-то вещи. Вот. Вот без супремма, да, без супремма, конечно, было бы сильно проще. Но, как только мы навешиваем супремму, то вот получается, что, в общем, становится очень банально. Не знаю, Милиша, ответите на мой вопрос. Спасибо. Вот. То есть, это выгодится, что если у нас предназначение от Рудельсона, то что подъезжается? Ну, даже не ряды, тригенетические полиномы, да. То есть, вот если мы рассмотрим тригенетические полиномы как модельный пример, то да, если у нас N логарифм N в какой-то степени точек, то замечательным образом подменяем интегральную норму дискретной. Ну, это просто есть приближение. Это есть приближение. Да, да. Ну, вот с точки зрения такой записи, это просто приближение, да, эмпирическим средним реального среднего. Вот. А что для общества пространства? Значит, ну теорема, ну даже следствие, следствие следствие. L конмерны, ну в C от омега, тогда существует N порядка C от ε, N лога N, ну у нас в кубе, точек и весов, таких шторм. Значит, вот мы заменяем интегральную норму дискретную весовую. Не факт, вот здесь не факт. Это будет не факт здесь. Но веса не отрицательны. Но с другой стороны, за суммой есть контроль. Ну, давайте вот, смотрите, мы всегда можем уже предположить, что если у меня в пространстве нет функции константной единицы, я добавлю. Этот размер на единичку только увеличил. А тогда, если я могу предоставить единичку сюда, то будет, да, будет контроль за суммой. То есть, что единичку предоставить я не могу, но проконтролировать сумму могу. Ну, это просто следствие. Давайте поймем, почему. Потому что можно заменить меру нашу на более нам удобную. То есть, я напомню, какое было ключевое условие. Ну, было ключевое условие вероятности Никольского, но оно же, с помощью нашего наблюдения, то же самое, что сумма квадратов в бальсе с функций в каждой точке меньше mL. Давайте просто сделаем так, чтобы всегда было L. Пусть у меня в моем пространстве L были базисные функции φ, как нормированные, мы были двою базис в L большом. И я поменяю базис. Я, значит, возьму функцию укатая, это фикатая, делить на корень из 1 на n сумму фи жит. То есть, фи. Ну, как это значит? Ну, напишу фикаштрит. Но я функцию поменял. Мне теперь меру поменять надо. Вот я меру меняю. Просто она будет задана весом относительно исходной меры. Да? Давайте, знаете, что получилось? Да, здесь просто заданную весом. Знаете, вот укатая образует нормированную систему относительно меры ню. Правильно? Потому что, смотрите, я беру укатая на какое-то там ужитая. Без корня, да? Без корня. Значит, беру укатая на ужитая. Знаменатели будут, значит, знаменатели перемножатся, будет, корень уйдет, сократится, будет интеграл фикатая на фи житой по мере ню. Ну, это дельта укажет, да? Единички, если совпали, индексы, нолики, если не совпали. Что я могу сказать для артнормированной системы укатой про ее сумму квадратов? Ну, понятно. Это, что получается? Ровно н, да? Согласны? Там же один. Ну, он уже в знаменателе. Понимаете, где-то н. Да, у меня последняя штрих, что я формально должен проверить, что мера ню вероятности, но так и есть, я интегрирую каждый квадрат даст единичку, потеряется на n, будет единичным. То есть все. Я могу для новой меры ню, для пространства l с волной, которая просто линейная оболочка укатая, применить следствие, правильно? и получить что? Что у меня есть точки в количестве пропонентов. У меня теперь m большого, нет, m большой единичек, то есть просто c от x на n лугаритма n, ну там степень, для которых у меня подменяется так, я следствие как будто применило и высота туда, ладно? что у меня получается? Значит, беру любую функцию изменения оболочки укатая, то есть сумма в квадрате, да, здесь 1 минус epsilon должно быть. С чем это оценивается? Оценивается суммой дискретной и снова интегральный норм. Правильно? Вот я применил, применил следствие. Давайте мы поймем, что вот здесь написано. То же самое, что и в уровне. Да, но только если я укатая, на фикатая изменю, правильно? Потому что, значит, что у меня такое укатая? Это фикатая делить на корень. Правильно? Значит, я что должен? Возвести это в квадрат и проинтегрировать. Корень в квадрате с этим сократится, я теперь без знаменателя интегрирую сумму с фикатами. Правильно? То есть, вот это нормальность. Нормальность. Да, да, это просто норма моей функции. Ну вот, я через продолжение попали, все написал, поэтому продолжу писать. ФЛ2 по ню. По ню. И с той стороны то же самое. А что здесь написано? Давайте я просто вынесу этот корень и получу веса. филанта житые. А веса у меня получают значит n на m и то есть внизу сумму квадратов фикатах от экзистых. Вот. Вот такие веса. Ну, они какие-то, мы про них ничего сказать не можем, но они не отрицательны, так как и было заказано. Ну и вот сумму можем контролировать, если предположим, что единичек у нас в пространстве лежит. Вот. То есть получается, что мы на базовый вопрос с вами в ФЛ2 научились, но более-менее отвечать. Там, значит, что? Если есть условия типа депористского, что мы контролируем бесконечность, то мы учились в ФЛ2, то можно с одинаковыми весами заменять интегральную норму дискретно. Если нет никаких условий, то с какими-то весами можно заменить интегральную норму дискретно. Понятно, да? Ну, а, это все ВЛ2 и ВЛ, значит, ну вот есть логарифт. Что в остальных случаях? Ну, давайте посмотрим, что у нас по времени, чтобы обсуждать остальные случаи. Десять минут еще, правильно? До перерыва. Да, давайте мы про Л2, может быть, немножко договорим и про случайный выбор точек. Значит, я тебя, во-первых, сотру все. Так. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что я что-то назвал теоремой Рудельсона. Давайте я напишу. Ну, это, в общем, нет и следствия, но я все равно буду дать Рудельсона. Правильно? просто то, что мы сказали, но чуть более точной констанции. Рудельсона. То есть дооценивается, как мы писали, бета плюс корень бета, где бета, это алгоритм N на M на ожидание. Ну вот, то есть из этой теоремы что получается? Получается, что можно записать теорему дискретизации интегральной L2 нормы с количеством точек порядка, значит, M порядка N лог N, ну вот при условии непросто. Ну, собственно, понятно, что все такое же мы проделываем. Вот это порядка MN, M большое-небольшое, то есть M малая, если это константа на... Давайте я напишу через константу тогда, да? Большая константа на M лог N, то тогда у нас получится. А вы логарифм N маленько не теряли? Нет, я уже пишу, так сказать, то, что я не доказывал, ну, так сказать, реальную теорему. Ну, мы доказали ослабленный вариант, а вот это, ну, так сказать, реальное то, что было доказано. Вот, то есть получается, что случайным выбором точек можно достигнуть, ну, в результате, скажем, дискретизации N логарифм N. N логарифм N хватает, чтобы применить интегральной L2 нормы быстрее. Но это как бы максимум того, что можно достигнуть случайным выбором точек. Значит, например, давайте мы возьмем в качестве омега дискретную множество. Вот, ну, да, я хочу, не хочу, какой-то один. В качестве омега дискретная, ничего тут дискретизировать не нужно, вот, пожалуйста, все точки беру и у меня уже как бы интегральная норма дискретная. Но мы же хотим сравнивать случайный выбор точек с тем, что можно реально достигнуть. Вот давайте посмотрим, чего можно добить случайным выбором точек. Поговорите, мы вам какое-то пространство возьмем. Пространство возьмем просто всех линейных функционалов. Давайте смотреть, что мы можем про него сказать. Да, какое распределение на омега, но просто равновероятный выбор, да? Все точки с весом 1 на n большой. То есть моя мера μ просто осуществляет равномерный выбор точки из этого набора. Тогда что я могу сказать про L2-нормы? Ну, честно пишу, 1 n на сумму значений. Правильно? Ну, это просто обычная норма вектора. А что я могу сказать? Ну, мне вот это условие интересует. Да, я же все-таки сказал, что вот оно какое-то ключевое. Давайте проверим, что я могу сказать про значение функции в точек. f от x. Мы знаем, что это скалярное произведение f на x. Это меньше, чем... Да, но x у меня кто? Только отсюда выбирать. Вот моё омега. То есть это на самом деле f на какой-то корень из n ежитого. Да? А значит, это корень из n на скалярное произведение. Ну, это, конечно, меньше корень из n на норму. И в предовую норму, но она же в два норма моём пространстве. Понятно, да? То есть получается, вот в этом простейшем примере, у меня условие выполняется. Да, вот, два нормы и в предовую норму. Условие типе не польского выполнена. А что можно сказать про случайный выбор точек? Что будет, если на точке выбирать случайно? Ну, мне казалось бы, чтобы приблизить такое и такое... Ну, то есть, что в моём случае вот это? В моём случае это вот просто такая вот сумма. Нужно просто все омега выбрать и точек там хватит. Правильно. То есть как минимум... Нет, погодите. Вот вы говорите просто. То есть как минимум нужно выбрать все омега. Правильно? Ну да. Ага. То есть смотрите. Давайте я введу t. t – это первый момент времени. Минимальное n такое, что омега попало в набор моих точек. Значит, вот я выбираю случайные точки. Правильно? Независимо друг от друга. Просто кидаю одну, выбираю одну случайно отсюда, потом вторую, потом третью. И мне как бы, чтобы приблизить эмпирическую сумму и реальную сумму, мне как минимум нужно всю омегу вобрать. Понятно, да? Ну, вопрос. Кто, так сказать, недавно учился на втором курсе? Что можно про этот тест сказать? Что это вообще за задача такая? Есть ли у нас второй курс? Ну, это типа момент остановки или что-то? Не, это слишком высокая наука. Я не второй курсminded. Но, смотрите, о чем задача? Значит, у меня есть набор игрушек. Правильно? Есть кинтер сюрприз. Видемотики, помните? Вот у меня есть набор бидем benefits из кинтер сюрпризов. И я играю в игру, значит, покупаю первый кинтер сюрприз и хочу собрать всю коллекцию. Правильно? Всего коллекцию игрушек. Вот я покупаю одну, один кинтер сюрприз. Ага, вот мне такой бидемотик достался. Второй покупаю. Ну, такой же достался. и так далее. Вы спрашиваете, сколько мне нужно сделать шагов покупок, чтобы приобрести всю коллекцию? Не решали такую задачу? Заведомо неизвестное распределение этих педемотиков по... Нет, ну как, почему неизвестное? Это же известно. Если равномерное. Это у меня все равномерное. У вас равномерное, значит, же меры мю. Меры мю у меня равномерные. Равновероятно. Все равновероятно. Скажем, в среднем. Сколько мне нужно потратить? Сколько мне нужно сделать приобретение в среднем? Но вот оказывается, это несложная задача по теории вероятности. Оказывается, что это n лега рифма. То есть, ну, вдруг говоря, это n на сумму обратных. На сумму обратных. Ну да, если не пишу. Понимаете, да? То есть, это по порядку n лега рифма. То есть, мне как минимум, в среднем, да, как минимум нужно n лега рифм n точек выбрать, чтобы хотя бы накрыть всю омегу. Да? Ну и на самом деле, это че, чем сгуримное? Значит, сделаем перерыв, потом я скажу, что на самом деле, а потом обсудим уже, так сказать, в случае P. Немножко про случай P2 поговорим, а потом поговорим про случай P2. Ладно? Все, перерыв. Хорошо. Да, я, значит, вот в пример говорил, значит, мы сказали, что ну, в среднем, значит, точек нужно m лега рифм n, чтобы вобрать в себя все вот эти точки из омеги. Ну, чтобы, так сказать, еще более уникально прозвучать, я вот скажу, что в этом примере не можно показать, я не буду это сделать. Если пытаться брать o от n точек, вместо n, m, o от m, скажем, cn, то тогда на самом деле это среднее идет к единице в срочном размере. То есть нельзя его сделать маленьким. Но борьба и была за то, чтобы его сделать маленьким. Ну, хотя бы отделенным от единицы. Ну, вот это сделать невозможно в этом примере. То есть еще более показательно. Показывает, что если мы хотим думать о том, как нам получить o от n точек, то вероятность на метод нам никак не подходит. Вот. То есть вероятность на метод всегда будет давать ответ с дополнительным логарифмом. А что будет давать ответ без дополнительного логарифма? То доказывается, в случае l2 были недавно доказаны довольно мощные теоремы. Давайте мы их тоже с вами посмотрим. Может, это теоремы пальцы спел у нас Ревастау, и Маркус спел у нас Ревастау. Я сказал, что недавно, но, в общем, у каждого степи недавно стремились послойно. Значит, теоремы про РН, ну или там про ЦН. Пусть у меня есть набор векторов, ну, давайте, в РН. Ну, или там, в ЦН. В общем, тут не важно. Которые, ну, так называемый жесткий фрейм образуются. Значит, тогда пусть число D больше и изничество D больше неотрицательных. Значит, тогда существует набор гуссов лямбда-житых неотрицательных, при том, мощность того множества для ненуевых меньше, чем ДН. Ну, таких, что? Значит, тут меняется. Да, здесь, например, вот так. И здесь напишу сейчас. Вот так. то есть как на это стоит смотреть можно так что у вас было пространство функции и вы подменили сумму дискретной нормы весов порядка н с точностью до 1 минус ε на z плюс ε ну если вот 1 на корень из d взять порядка ε вот и эта теорема доказывается конструктивность жадного алгоритма то есть на каждом шаге выбирается некий оптимальный то есть строится набор весов пошагово и на каждом шаге выбирается некоторый оптимальный ну вектор и вес номер ж и вес д любое да д любое большее число да да д вот сколько угодно большое число ну например сколько угодно большое тогда у вас воздействует проблема вот но здесь будет хорошо значит но это не тривиальный результат но в следующий совсем нетривиальный вот этот результат он алгоритмический более-менее конструктивный ну как не очень сложно если читать то не очень сложно а да 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 ну в общем но придумали они как то в общем не банально банально но да читать вполне нормально да то есть там на самом деле показать там странички 3 ну там с дополнительными какими то фактами которыми они пользуются 4 вот но ну да значит и теорем маркс и теорем маркс и теорем маркс и теорем маркс условия те же так то тут вот лучше ну мы с этим видим table и теорем маркс образовка и теорем маркс а ну там и теорем конструктивно которая Менее важный теорем, я написал очень крупный, а более важный совсем мелкий. Ну ладно. Значит, если что я сотру, у меня будет больше места для того, чтобы что-то писать. А значит, тогда существует разбиение множества индексов на два подножества, на каждом из которых норма уполовенивается. Значит, сумма по индексам с х, меньше либо равно одной второй, ну не норма типа, квадратная норма, да, плюс там ц, 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 т, плавить у нас. Причем, фрейм вот. А, тут не фрейм. А, это почти, ну как, усторонняя оценка, усторонняя оценка фрейм. Да, ну на каждом множестве. Сейчас я написал, потом как минимум. То есть, первая, вторая. Да. Как это называется? Наверное, да, байс-трис. Да, смотрите, то есть получается на каждом подможестве квадратурм почти уполовенился. Ну, я считаю квадратурм, вот это сумма, да. Это означает, что у меня есть и нижняя оценка, да, если я на с первом пишу, у меня есть на с втором такая же оценка, я вычитаю, у меня получается, что есть нижняя оценка с 1, 2 минус с отт. А с это общается, ну, типа 5. Вот. То есть, видите, можно уполовинивать норму. И вот этот результат очень, ну, так, ну, сильно более нетривиальный, чем вот это. Это, вроде, как вы занимаетесь гипотезом? Да, это решение проблемы Кодисона Зингера из физики. Но все тут есть проблемы с физикой, я не скажу. Она там и про операторы, что что-то там существует, какие-то состояния элементарные. Вот, ну, да, эта теорема решает долго стояв всю проблему Кодисона Зингера, она лет 60, сколько стояла. Вот, я буду тоже называть недавним результатом. Чем это удобно для наших вопросов? Посмотрите, вот что здесь написано. Здесь сказано, ну, давайте вот смотреть на это, как будто на функции х, да, вот на точках выжитые существуют. И что здесь сказано? Здесь сказано, что можно норму уполовинить. То есть, если я еще умею держу, что у меня снизу есть оценка, с 1, 2, минус, сететта, то я могу из моих двух множеств выбрать то, у которого мощность меньше, то есть половина мощности того, что было, и норма, квадратно, он в два раза меньше. И могу эту процедуру итерировать. Правильно? То есть первый шаг А, скажем, вот с помощью того, что мы там доказывали, я от непрерывной функции перехожу к функциям на множество точек порядка n логарифм n в какой-то степени, а дальше запускаю Маркуса с пилом на слеваставу и начинаю итеративно уполовинивать мой носитель, контролируя во сколько раз я изменил норму. Ну, если там правильно посмотреть, то вот уполовинивая 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 уполовинивый носитель, можно получить такую теорему, следствие теоремы. Значит, есть критерия пространства и пространства, это пространство мерное, нейтральных функций и выполнено условие Никольского, учитывая Никольского, то тогда существует m порядка с, значит, m, m точек, таких, что, вот я с константами подвиняю клингованорму дискрестной. Только вот здесь я неправильно написал. На самом деле, можно, внимание, посмотреть, на самом деле можно константы c1, c2 взять 1 минус ε, 1 плюс ε, c будет константы порядка c на ε минус 2. То, собственно, c на ε минус 2 мы видим отсюда, если 1 на корень из d это ε, то здесь как раз будет ε минус 2. Вот. Что не так с этой теоремой? Я буду так видеть, вот здесь стоит m. Если m не единичка, то это не совсем то, что мы хотим. Да? Если мы хотим, чтобы, скажем, было 1 минус ε на 1 плюс ε, то будет 1 плюс ε на m. Так m не единичка, это плохо, да? По m может происходить рост. Но если мы возвращаемся, к примеру, с триометрическими полиномниками, да, с любыми частотами, то, пожалуйста, там m это единица. И получается, что для триометрических полиномниками с любыми частотами у нас есть теорема о дискриптизации с инаковыми весами с количеством точек порядка О1. То есть вот некое следствие в этой супертеоремы. Точно так же, если мы спрашиваем себя, что будет, если веса не одинаковые, да, что будет, если веса разные. Если веса разные, то снова нашим способом мы меняем меру так, чтобы у меня было условие не пользу в своем большой равном единичке. И получается, что есть весовая дискриптизация, да, уже с неизнательными, сами какими-то весами, с количеством точек порядка О от n для любого подпространства. Понятно, да? И это вот все, что известно про L2. То есть про L2 вопрос такой. Можно ли при условии Негольского убрать вот это M? Ну, это уже, в общем, какие-то такие доделки. Но все становится совершенно непонятно, как только P перестает быть двойкой. Давайте мы посмотрим, что происходит в случае, когда Пуэр не двойка. Пуэр не двойка. Давайте сначала будет Пуэр по меру двойки динамической доделки. Ну, давайте я включу. Так, я подбережу. Ну, давайте. Значит, теорема. Пока пытаемся, значит, вот теорема, когда мы пытаемся действовать совершенно, как вот мы действовали в теореме Роберсон, но чуть более нетривиальным способом. Значит, если у меня P одного, так вот, я не включаю, то у меня выполнено условие типа Негольского Многое 2. То есть, это условие о том, что, ну, вот, нормированный базис сумма квадратов оценивается как ММ. Например, вот триггентрическая система. Так, да. Ожидание вот нашей ошибки. Оценивается. Так, нет, перепишу. Ну, что оценивается? Констант B плюс B из B, то есть вот такая B. Значит, по логарифму M 1 плюс B пополам по логарифму размерности 1 минус B пополам здесь M, ну и M. Вот. То есть получается, что? Значит, мы хотим сделать майнинг, то есть мы B хотим сделать майнинг. Ну и, значит, если мы берем M. Если M брать порядка C, ну, от всего зависит, чем на N, логарифм N в квадрате, то вот на свой LP есть дискредитация. Ну, там, то существует, да? Ну, при этом они не просто существуют, они случайные, и можно, ну, с большой вероятностью, такие точки есть. Да? То есть тут совершенно, ну как совершенно, идейно так же действуем, как мы обсуждали, но вот все, все то, что мы оценивали грубо, надо оценивать не грубо. Ну, вот там, пунктик, там функционал оценивали, значит, мы просто энтропийной оценкой воспользовались, вот не нужно ей пользоваться, нужно аккуратнее действовать. Ну, и, в общем, есть некий подход, тоже недавно, недавно описанный, значит, это в статье Ромона Банхангела, вот он описал некий подход к чейнинг-функционалу, с помощью которого, ну, можно вот, таким образом его оценивать и с ним работать. А это что касается, ну, вот чисто случайных точек, да? То есть просто оценка сукранного. Значит, недавно получилось уточнить этот результат, заменив квадрат логарифма. Так, это цифрём, да? А вопрос, пожалуйста, вот, если мы потребуем, ну, дополнить на откупции, точнее, потребуем, дадим, пустить еще одно свойство, гласно, можно ли получить более точные оценки? Это улучшит оценки? Или это не принципиально? Нет, это, конечно, дополнительная информация принципиально. То есть, если рассматривать какие-то классы гладкости, то есть, какие-то классы гладкости, ну, то липшицев я так не скажу, но вот для каких-то более тонких классов гладкости, есть, скажем, более конструктивное описание каких-то таких точек, дискретизация. это некие там классы Соболева, ну, в общем, что-то более сложное, более нетривиальное. А что для липшицев, я вот так вам скажу. по требованиям функции левоограниченные производные можно получить более лучше оценки? Ну, как вот численных методов. Чем выше гладкость, тем лучше оценка. Вот более высокий боязнь. Вот помните, я думаю, что-то Никольского ждут типа два ну, это не совсем, ну, да, что-то близкое, но это что-то не совсем гладкость. Это все-таки некое, ну, такое. Да, нет, но там есть высокочастотные компоненты с большим комплицами, то у нас Никольского нарушится. Это правда. Ну, то есть, вот я так прямо вот не скажу, что для каких-то липшицев что-то упрощает. То есть, все-таки мы же хотим произвольное пространство, да, даже если пространство лепшицевую функцию. Нет, но вы же рассматриваете, там, скажем, если в качестве реализации там, пространства конечной обменности обмогачки. Нет, вот банально, да, регионатрические поленомы с любыми частотами. Ну, лучше ладкости не придумать, правильно? Неизвестно. Если частоты произвольные, неизвестно, что в ЛПО происходит. Да? Ведем, что-то частоты такое пространство в СМНГ, СМН, 0,0,0, число, то вот на вот этот ход, то это не похоже пространство гладких. Ну, по-людому же гладкие функции. Нет, ну, они как без оценки гладких. То есть, я срываю функцию гладких. Нет, ну, ну, гладкие, гладкие. Нет, ну, смотри, что-то подрабатывает по гладкости, да. Вот. Нет, ну, да, да, хорошо. Ну, в общем, тут вот я дополнительной информации не скажу. Ну, комментарий такой, да, что если рассматривать полиномы, ну, правда, если соглашусь, что-то произвольное, значит, неограниченное, сложно устроенное, то непонятно, что происходит. Окей. Да, мы хотели что-то уточняющее написать. Да, ну, вот до этого результатов были еще другие там результаты с другими степенями алгоритма, но тоже такого более-менее вероятности но толка. Так, мне отряд все испортил. Давай. Недавно показали, что ну, снова P. Да, если P сначала единичка будет, но в L все равно С омега и условия нет. тогда можно взять M порядка С. Дальше подбежу. Есть эпсиум второй M точек таких, что одновременно можно подменить и L1, и L2. обинормом. То, что обинорм можно подменить не очень лицей, потому что мы все-таки не совсем случайный выбор точек осуществляем, но почти случайный. Поэтому если нижнее было с большой вероятностью, верхнее было с большой вероятностью, то и оба одноземные. вот. То есть получается в L1 в случае довести до N логарифма, предельно было в L2. Является ли это предельным для случайного вероятностью в L1 я не знаю, но скорее всего он не получит случайный выбор чего-то улучшит. Но это не совсем случайный выбор, это некая комбинация. Как бы это было получено. То есть вы помните, я говорил, что в L2 можно итерировать теорию Марковиса с Филлом с Ревоставой. Что-то подобное, теория Марковского с Ливостойой ВЛ1 и ВЛП было доказана талаграном, но с помощью случайного выбора точек. Отсюда и возникают лишние алгоритмы. Дальше, итерируя результат талаграна, можно дойти до таких теоремных дискретизаций. Значит, это ВЛ1 и ВЛ2 аналогичная ситуация. Давайте я просто поменяю здесь. Значит, мы теперь П от 1 до 2 и точек мы берем... Что я теперь пишу? То есть, ну вот по сравнению с тем результатом, который был до этого, в случае П. И это все, что известно в случае П между 1 и 2. То есть, ну хоть какие-то улучшения, скажем, если ВЛ3 убрать с вами логарифт. Но это было бы интересно. То есть, скажем, не очень верится, что таким вот вероятностным подходом на старых идеях можно убрать вот здесь логарифм, сделать что лучше, чем логарифм Мэна. То, возможно, можно убрать двойной логарифм. Это было бы очень интересно. Значит, вот это все, что касается случая П от единичной двойки. Давайте посмотрим, что известно в случае П больше двойки. Ну, значит, тут вопрос, смотря какие условия мы хотим. Все, давайте. Если мы все еще хотим оставаться в рамках условия в Excel 2. То тогда точек надо взять на порядка N в степени П пополам. То есть, полинемиальный рост. Ну, таких что? Лига, 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 дискрессивация. Ну и, собственно, тоже точно случайно. Притом полинемиальный рост это не из того, что что-то тут неправильно пошло, а лучше, чем N в степени П пополам нельзя. Значит, замечание. При условии Никольского. М обязательно. Ну, имеется в виду, что существует подпространство. Ну, я вот так напишу неформально, да? А так, что боится, не буду писать. Ну, понятно. Ну, можно найти пространство, что условия с растущим N, что условия выполнены, но M обязательно больше, чем N в степени П пополам. Вот. Ну, в общем, давайте так по порядку, да? То есть, N степени П пополам, он по делу. В случае вот условия с L2. Вопрос. А можно ли добиться, может быть, как-то усилив условия, но линейной независимости. Слугая рифмы, почти линейной независимости от N. Но, оказывается, можно и нужно поменять условия Никольского на условия Никольского в L2P. Что, конечно, сильно более ограничить. Давайте я теорему тоже сформулирую. А сейчас P у нас между единицей двойкой. Нет, P уже больше двойкой. Мы перешли побольше. Значит, P между единицей и двойкой, пока максимальное, что известно, это N логарифм, логарифм, логарифм. Так. Здесь P больше двойки. Побольше двойки. Т или Мирну. Тогда Ожидание погрешности. Снова, как обычно, садим. 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 Мирной. Ожидание. Как. по Np шару, ну, собственно, максимум на точку, S, A, S, G, L, C, P, P, P. Вот. Ну, собственно, это точно похоже на то, что мы писали, да, в теории Миро Грессона, ну, некое слово, предварительно доказывали, но в чем проблема? Ну, вот здесь видишь Supremium по Np шару, поэтому накладываются условия Никольского в Np, то есть следствие при P больше 2, если мы выполним условия Никольского, в Np, то тогда, вот будет ровная степерация, с N порядка С. Всего N логарифм N в степени по точке. Ну, вот, вот, но, значит, видно, рост логарифмом по P происходит. И что-то оказывается, ну, последний результат, который я сегодня хочу сказать, сейчас, вот, 5 минут еще есть, оказывается, ну, вот, роста нет. Эти результаты Сайн Грессона и Миро Грессона и Миро Грессона, очень недавний, значит, они показали, что, ну, в тех же предположениях, достаточно брать N порядка С. Вот, то есть получается, что, ну, пока, значит, что известно, при P, ну, при условии, во-первых, более научительном, при P от двойки до тройки получается логарифм N в степени P, ну, и при P больше, в тройке получается N логарифм N в кубе. Вот. Можно ли, скажем, сделать логарифм N в первой степени? Ну, это вопрос. Скажем, это мне тоже было бы интересно. И, соответственно, вероятностным способом получить логарифм N в первой степени, ну, или даже во второй степени. Да. Ну, и, наверное, я напоследок скажу, что все результаты, которые были при P меньше двойки, они были с одинаковыми весами. Ну, вот таким же способом, как мы из L2 с одинаковыми весами переходили в L2 с, ну, с произвольными весами, но для общих пространств, при P меньше двойки все точно так же работает. Есть теорема о замене меры, она чуть более сложная, чем то, что мы писали, в L2. Ну, как это все делается? В L2 можно чуть похитрее сделать. Ну, всегда можно поменять меру так, чтобы сумму квадратов, ну, в любом L2 можно поменять меру так, пространство так, чтобы сумма квадратов в базе была N. Но проблема в том, что, ну, значит, мы понимаем, что для любого подпространства весовая экспрессация при P больше двойки будет хотя бы с N в степени P в полном точке. Меньше нельзя. То есть, получается, что в случае P больше двойки он, ну, критическим образом отличается от случая P меньше, вот, меньшего права двойки. Вот. То есть, все результаты, которые были при P меньше двойки, они переформулируются в весовые результаты для произвольных пространств. А результаты при P больше двойки не переформулируются. Ну, наверное, на этом я закончу. Вроде в минуты. Если какие-то вопросы есть, я с удовольствием отвечу. Обязательно. Я так понимаю, что в начале, когда вот вы там выписывали вот из-за генеральства, это как-то шло из теории приближения. Да. Ну, вот какие задачи теории приближения, это вся теория охватывает? Нет, но... На каких, точнее, каких пространствах вообще? Смотрите, эта задача теории приближения, она ведь сильно нелинейная, да? То есть, мы приближаем... Вот, смотрите, если бы не было, если не было бы норма, да, то это была бы задача численного интегрирования. Да, то есть мы хотели бы заменить интеграл на, ну, такую вот, весовую сумму, да? Мы хотели приближить интеграл, это была бы линейная задача приближения. Линейный функционал приближается вот к каким-то простым нелинейным функционалам. Теперь это нелинейная задача теории приближения, мы хотим нелинейный функционал, норму ВЛП, ну, по этой степени норму ВЛП, приблизить тоже нелинейными функционалами. Что сильно усложняет дело. То есть, по сути, это задача приближения, но для вот таких как нарок, ну, для В этой степени, да? То есть, вот, для такой функции, и мы хотим приближать информацию, у нас есть, а функция вот такая. Скажал, ну, давайте мы линейной теорией воспользуемся, но оказывается, что не получается. Вот если попытаться использовать линейную теорию, да, вот такого сложного, устроенного множества приближающего, то хороших результатов не получится. Ну да, приближение снова не будет обязанности к сути, это приближение. Ну вот, да, ничего хорошего не будет. Поэтому приходится видеть какие-то сложные методы использования. Ровно из-за того, что задача стала нелинейной. В случае, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе? Может быть. Такой откуда-то изначально все твое дикое действие. Я вот на этом не думал, но кажется, по крайней мере, вот в похожих вопросах было доказано, что из Маркус-Юлана-Севастауна для отчетных n может получить n в степени, ну, бишь, логарифм, да, n в степени b пополам. Но это как бы все равно полинемиальный рост. А, да, да, больше все равно полинемиальный рост. Да. Сейчас было бы интереснее понять, когда будет почти линейный рост. Это же в n-4, но он с дополнительным условием увеличительный. А если его убирать, пытаться вот условия не пользуясь, выписать в n-2, тогда, да, наверное, будет, ну, вот, там, n в степени квадрат, но это уже полинемиальный рост. Так, пожалуйста, еще вопросы? Замечения, комментарии. Все. Давайте его благодарим. Спасибо.